Прокуратура потребовала от городской власти снести полторы тысячи рекламных конструкций. В надзорном ведомстве считают их незаконно установленными. В мэрии говорят, что знают только о шести сотнях таких баннеров. Впрочем, убрать и эти счеты чиновникам, если и удастся, то не скоро. Мешают собственники. Почему, выяснял Дмитрий Ковалев. То, что сейчас происходит на рынке рекламных конструкций в Омске, больше напоминает войну. Предприниматели не могут поделить территорию. И устанавливают баннеры в метре друг от друга. Вот как здесь. Доходит до того, что рабочие просто не могут убрать незаконно установленные рекламные счеты. За ними следят сотрудники частных охранных предприятий. Предприниматели отказываются демонтировать конструкции. За них это делают городские власти. В планах мэрии избавиться от шестиста незаконных билбордов. Нелегальных рекламных счетов в Омске примерно в два раза больше, подсчитали в прокуратуре. В надзорном органе уверены, чиновники сносят конструкции выборочно. По официальным планам мэрии в городе должно остаться 1200 рекламных конструкций. Схему разрабатывали три года. Согласно документу, город поделили на 27 участков. Каждый из них выставили на торги. 20 декабря большинство самых привлекательных лотов выкупила омская компания «Диалог Авиатревел». Примерно равные части достались фирме «Дизайнмастер» и компании «СТА». Представители крупных компаний довольны результатом. Наконец-таки администрация предпринимает шаги на пути к легализации рынка. Тот актив, который мы приобрели по итогам этих аукционов, в большей степени он нас устраивает. Победители аукциона купили самые выгодные места под рекламу. Вдоль оживленных магистралей в центре города. Чиновники рапортуют. В 2016 году заработать на рекламе удалось больше, чем за последние три года. Сумма общего поступления у нас превысила 220 миллионов по итогам года. То есть сумма значительная. Понятно, что большая часть была это как раз от продажи права получено, а оставшаяся часть это уже результаты внесения платы по договорам. В результате торгов на рынке произошел передел. Прежнему лидеру агентству компаньон досталось меньше всего площадей. Теперь почти все их билборды стоят на местах, арендованных другими компаниями. Победители аукциона требуют очистить арендованные места. Надо убрать всю незаконку. Компаньон ли это, другие ли это компании, абсолютно не важно. Убрать всю незаконку. Если так получится, что это будет 80% сети компаньона, не наша вина в этом. И не вина департамента на самом деле, что кто-то там принял участие в торгах, но не стал торговаться дальше и дальше. Аутсайдеры торгов настаивают. Новая схема размещения наружной рекламы в Омске составлена с нарушениями. Насколько нам известно, есть места, которые не согласовало ГИБДД. Есть места, по которым нет возможности установить конструкцию. Есть споры, когда лица, выигравшие торги, предъявляют права на те места, которые стоят либо на частных территориях, либо на местах, по которым действуют договоры. Судя по тому, что шиты рекламного агентства «Компаньон» по-прежнему стоят на улицах Омска, уходить с рынка компания не намерена. Бизнесмены обжалуют в суде несколько десятков предписаний мэрии о демонтаже рекламных конструкций. Пока идут разбирательства, чиновники шиты снести не могут. Даже по требованию прокуратуры. Дмитрий Ковалев, Алексей Попов, Артак Мурадян. Омск здесь. Продолжение следует...